Один из подписчиков прислал нам вот такой большой и широкий меч, который, по его словам, принадлежал пиратам Карибского моря. Не знаю, насколько это близко к правде, но меч действительно старый и красивый. Сегодня мы попытаемся восстановить его и дать ему вторую жизнь. Для начала очищаем его от грязи. И снимаем защиту руки, которая призвана останавливать атакующее ее оружие противника. Эти отверстия определенно служили для крепления деревянных накладок ручки меча. Чтобы очистить его от ржавчины и сохранить металл, мы воспользуемся нашей запатентованной технологией замачивания в уксусе. Но даже в самую большую имеющуюся посуду этот меч не помещался, поэтому мы сделаем ванну нужных размеров самостоятельно. Отрезаем кусок картона от ящика, после чего несколько картонных полосок приклеиваем по периметру очертаний меча, чтобы в итоге получить бассейн нужной формы. Конечно же, картон не сможет сдерживать жидкость, поэтому внутрь бассейна мы закладываем пластиковую пленку, которая сделает стенки герметичными. Зайдя в помещение, заливаем уксус до тех пор, пока меч полностью не покроется жидкостью. На вот эту металлическую дугу нам уксуса не хватило, поэтому мы берем кусок наждачной бумаги с номером 120 и пытаемся очистить ее. Защита для руки имеет, видимо, боевые повреждения в виде деформации задней части, но из-за ее формы исправить деформацию молотком не представляется возможным, так как он блокируется противоположной частью пластины. Поэтому мы вставляем пластину в тиски, немного разгибаем ее и исправляем деформацию, после чего загнули обратно. Довести поверхность до нужного состояния нам поможет абразивная губка, которая выровняет все царапины, придав поверхности красивую структуру. Целую ночь лезвие меча пролежало в уксусной кислоте, и на первый взгляд там ничего не происходит. Но присмотревшись поближе, мы видим, как с течением времени ржавчина отделяется от металла небольшими чешуйками. Удивительно, как хорошо работает обычный уксус. Ржавый налет отступает от малейшего движения кисточки. Но уксусную кислоту мы не выбрасываем, а отсасываем нашим гигантским шприцом с Алиэкспресс и переливаем в небольшую бутылку, что потом в будущем ее повторно использовать. При помощи щетки и струи воды окончательно очищаем наш металл от остатков ржавчины. Благодаря чему обнаруживаем на нем клеймо с надписью 75. Что бы это могло обозначать? Возможно, 75-й год до нашей эры? Как бы там ни было, закрепляем его в тисках и при помощи абразивной губки со средним зерном зачищаем поверхность, чтобы проявить текстуру поверхности меча. Напильником убираем небольшой дефект, который был создан при изготовлении меча. И обращаем внимание на его острие. Мы видим множество мятин, которые, вероятно, образовались в результате морских боев с другими пиратами. Всех их также нужно убрать и выровнять кромку меча. Пока что не идеально, но уже гораздо лучше. Настало время финишной обработки лезвия. Делаем мы это при помощи очень мелкой абразивной губки. После чего переходим к тяжелой артиллерии в виде болгарки и войлочного полировочного диска, сделанного из шерсти норверских овец. Зеленую полировочную пасту наносим на диск и начинаем полировку меча. Как по мне, получается очень круто. Раковины только подчеркивают большой возраст изделия. Чтобы не повредить лезвие в процессе дальнейших действий, мы заклеиваем его при помощи малярного скотча. И теперь осталось изготовить накладку на рукоять. Так как меч пиратский, то, естественно, накладка должна быть сделана из древесины кокосовой пальмы. А где растут пальмы? Правильно, в Африке! И мне ничего не оставалось, кроме как отправиться в Африку за этим материалом. Я ездил по деревням, где в одной из них нашел местного плотника, который всего за один доллар отрезал и продал мне вот такую красивую доску из кокосового дерева. Кокосовая доска до бета, и мы продолжаем работу. Нужно приложить к ней рукоятку меча и обвести примерные очертания. А теперь приготовьтесь, сейчас будет очень крутой спецэффект вырезания доски, который я увидел в тиктоке. Готовы? Невероятно, правда? Заготовка для рукояти вырезана, но она оказалась слишком толстой, поэтому, закрепив ее в тисках, мы разделим ее на две более тонкие доски. Резать вдоль волокон достаточно сложно, но через 20 минут стараний нам удалось это сделать, и у нас получился вот такой бутерброд. Теперь отмечаем два места под отверстие для крепления рукояток, и просверливаем их при помощи сверла. Отрезаем подходящий по диаметру кусок алюминиевого прутка, и вставляем его в отверстие как накладки, так и самой металлической части. Таким образом мы временно соединяем все это вместе, что позволит нам при помощи напильника провести грубую обработку будущей рукояти, чтобы она повторяла периметр хвостовика меча. Теперь нам нужно снять накладки, ведь кроме нее у нас есть еще защитная пластина, которую мы должны одеть на меч, прежде чем окончательно закрепить накладки, иначе мы не сможем этого сделать. Клеить рукояти мы будем на двухкомпонентную эпоксидную смолу, которой мы когда-то заливали бургер из Макдональдса. Отмеряем в пропорции компонентов 2 к 1, после чего при помощи миксера тщательно перемешиваем. Аккуратно наносим на обе части, и складываем вместе. После чего опять фиксируем при помощи стержней, но теперь уже навсегда. Сжав рукоять струбцинами, мы оставляем ее на рабочем столе, пока смола не затвердеет. К счастью, на солнце этот процесс происходит достаточно быстро. На утро наша смола превратилась в пластик, и нам нужно удалить выступающие части алюминиевой палки. Дальше при помощи узкой полоски наждачной бумаги убираем всю лишнюю смолу, которая прилипла к рукояти. Теперь наливаем немножко льняного масла в небольшую емкость, и при помощи кисточки аккуратно наносим его на деревянные части рукояти. Благодаря маслу рисунок дерева проявляется, становится более четким, и только посмотрите, какая же красивая пальмовая древесина на самом деле. Для меня это самая приятная и успокаивающая часть работы. Чуть не забыл про то, что надо зафиксировать защиту для кисти руки. Делаем это при помощи молотка, расклепывая хвостовик меча. Настало время посмотреть на результаты наших стараний. Только посмотрите, как круто получилось. Рукоять достаточно аккуратная, красивая и прочная, а сам клинок, хоть и не зачищен до идеальной гладкой поверхности, но тем не менее, выглядит очень круто, и отражает в себе окружающие объекты, как зеркало. Но мне кажется, что без жесткого теста, это видео было бы неполноценным, и поэтому я приготовил площадку, и мы начинаем испытание нашего меча. Для начала попробуем разрубить растение одуванчика. Дальше по прочности у нас идет огурец. Без проблем. Пончик с шоколадной поливкой. Легко. Фиолетовый баклажан тоже не должен оказать сопротивление. Ладно, а это мы вырежем на монтаже. Следующий по прочности идет киндер сюрприз. И перед этим ударом надо подготовиться и воспроизвести некоторые движения, которые я увидел в мультике кунг-фу панда, чтобы сконцентрировать в руках всю силу для удара. Шоколадка и игрушка просто разлетелись по всему газону. Качанная капуста. Изи. Твердый африканский ананас. Без проблем. Я опасался, что металлическая банка кока-колы может не до конца разрезаться, но наш пиратский меч разделил ее как нож масла. Ровно по линии, после чего у нас образовались два вот таких стаканчика. И самый главный тест это огромный арбуз. Мне было немного страшно, что я опозорю изделие, поэтому я замахнулся как следует и арбуз разлетелся на части. Погодите, вам наверное интересно, что за игрушка была в киндер сюрпризе. Там сидел вот такой миньон на странной подставке.